Уверена, результат вас порадует! Но перед тем как начать, давайте запомним несколько простых, но немаловажных правил. Не забывайте всегда просеивать муку. За один час до заведения закваски, не забывайте достать стартер из холодильника, для того чтобы он проснулся и стал активнее. Используйте для теста и закваски только стеклянные чаши. Для меры продуктов пользуйтесь весами, точность, гарантия результата. На каждое действие, будь то замес теста, растойка теста и хлеба или его выпечка, всегда заводите будильник. И самое главное, пейте хлебушек с хорошим настроением и позитивными эмоциями. И тогда он обязательно получится! Почему-то наши детки очень любят белый хлеб, хотя ржаные намного полезнее. Но есть вариант накормить наше любимое чадо полезным фруктовым хлебом на закваске. И он представлен в этом уроке. Это чисто пшеничный хлеб на пшеничной закваске. В его составе два сорта пшеничной муки. Это первый сорт и обойная цельнозерновая. А еще в этот хлеб добавляются полезные овсяные хлопья и, конечно же, изюм. Лучше золотой, но подойдет и другой. Тесто у этого хлеба мягкое, но послушное. С ним очень удобно работать. Но самое приятное наблюдать, как этот хлеб раскрывается в духовке. Он очень хорошо растет, поэтому нужно делать длинные и глубокие разрезы. Хлеб еще лучше получается, если выпекать его на специальном камне для выпечки хлеба. Но я использую обычную керамическую плитку. Рецепт рассчитан на две булки хлеба, каждая весом по 930 грамм. Для растойки лучше использовать овальные корзинки длиной 25-28 см. А сейчас перейдем к приготовлению этого вкусного хлеба. За день до выпечки заводим пшеничную закваску. Но для начала освежаем стартер. Для этого подготовили 10 грамм ржаного стартера. Достали его из холодильника и оставили на час при комнатной температуре. Добавляем к стартеру 16 грамм пшеничной хлебной муки первого сорта. И 10 миллилитров воды комнатной температуры. Все ингредиенты хорошо перемешиваем. Пока не получится густая закваска. Закваску накрываем и оставляем на 6 часов при комнатной температуре. Я дополнительно заворачиваю ее в пленку. Через 6 часов вечером наш стартер стал активным. И теперь можно заводить на нем пшеничную закваску. Вот так выглядит активный стартер. Его объем увеличился в 2 раза. Для закваски подготовили 150 грамм просеянной пшеничной муки первого сорта. И 190 миллилитров воды комнатной температуры. А также стеклянную чашу побольше. Отмеряем в чашу 30 грамм освеженного стартера. И добавляем к нему муку. И воду. Снова все хорошо перемешиваем. Пока не исчезнут все комочки. Получается жидкая закваска. Закваску накрываем. И оставляем на 12-14 часов на ночь для брожения при комнатной температуре. Утром приступаем к замесу теста. Моя закваска простояла 14 часов. И для теста нужно 340 грамм готовой закваски. Также подготовили 650 грамм просеянной пшеничной муки первого сорта. 200 грамм обойной пшеничной муки цельнозерновой. 20 грамм соли. 100 грамм овсяных хлопьев грубого помола. У меня геркулес. 250 грамм изюма, лучше желтого. И 480 миллилитров воды комнатной температуры. Для начала в чашу для замеса теста добавляем всю воду. Высыпаем хлопья и замачиваем их в воде на 2 минуты. Затем добавляем остальные ингредиенты. Соль. Закваску. И всю муку. Изюм пока оставляем. Его добавим в конце замеса. 1-2 минуты. Начинаем замес теста миксером на низкой скорости. Замешиваем, пока не смешаются все ингредиенты. Минуты 3. Затем продолжаем замес на средней скорости. Еще 3-5 минут. После этого добавляем изюм. И месим недолго, на низкой скорости. Чтобы изюм равномерно распределился. Тесто еще слегка обминаем. Стеклянную чашу для растойки слегка смазываем растительным маслом. И перекладываем в нее готовое тесто. Тесто накрываем и ставим на расстойку на 2,5 часа при комнатной температуре. Через 50 минут растягиваем и складываем тесто в stretch and fold. Для этого слегка посыпаем стол мукой. Перекладываем на него тесто. Сначала придаем тесто прямоугольную форму. И складываем сначала одну сторону к середине. На нее вторую. И затем боковые стороны также складываем к середине. Формируем из теста тугой шар. И кладем его обратно в чашу. Накрываем и оставляем еще на 50 минут. Через 50 минут делаем второй stretch and fold. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Растягиваем тесто. Складываем. Формируем шар. Кладем снова в чашу. Накрываем и оставляем на последние 50 минут. Через 50 минут объем теста увеличился. И можно приступать к формированию хлеба. Для этого стол стола слегка посыпаем мукой. У меня две овальные корзинки, поэтому я буду формировать овальный хлеб. Перекладываем тесто на стол и делим его на две равные части. Стол посыпаем слегка мукой. Кладем тесто. Кладем тесто и начинаем формировать сначала шар. Для этого края теста подминаем к середине. Поверхность слегка посыпаем мукой. Переворачиваем. Слегка раздавливаем в лепешку и скручиваем в тугой рулет. Формируем овальную булку хлеба. Давайте сюда. Продолжение следует... Корзинку для расстойки можно использовать без чехла. Корзинку посыпаем мукой и кладем в нее сформированный хлеб швом вверх. Сверху также посыпаем мукой. По такому же принципу формируем вторую булку хлеба. Корзинку также слегка посыпаем мукой. Перекладываем в нее хлеб швом вверх. И сверху хлеб посыпаем мукой. Корзинки с хлебом убираем в полиэтиленовые пакеты. Завязываем их так, чтобы внутри образовалось воздушное пространство. И оставляем на расстойке на 2-3 часа. Тесто должно увеличиться в два раза. Подготавливаем духовку. На нижний уровень ставим противень для пара. На следующий уровень кладем камень для выпечки хлеба или керамическую плитку. Если нет, тогда пустой противень. За 40 минут до выпечки прогреваем духовку на режиме верх-низ до 240 градусов. У меня хлеб подошел за 2 часа. Хлеб сначала перекладываем на дощечку или лопатку для хлеба сверху, застеленную пергаментом или теплоновым листом, как у меня. Перекладываем на нее хлеб. И делаем глубокие и длинные разрезы. Так как хлеб очень хорошо поднимается во время выпечки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда духовка прогрелась, Аккуратно перетягиваем хлеб вместе с листом на горячий камень. В нижний противень выливаем кипяток. И создаем пар в духовке. Печем первые 15 минут с паром. Затем температуру снижаем до 200 градусов. Пар из духовки убираем. И желательно также убрать тефлоновый лист или пергамент. И выпекать хлеб до готовности на камне. Печем хлеб еще 30 минут. Через 30 минут духовку выключаем. И достаем хлебушек. Проверяем на готовность, постучав по низу. Если звучит глухо, значит готов. Когда выпекаем на камне, То низ у хлеба остается светлым и ровным. А корочка очень румяная. Полностью остужаем хлеб на решетке. Когда наш хлеб остыл, можем его нарезать. И радовать всю свою семью вкусным и полезным хлебушком на пшеничной закваске. Теперь вы без труда испечете этот хлеб. С вами была Анна. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok